Чайковский, танец феи драже, когда слышишь эту музыку, так и кажется, что вот-вот с тобой случится новогоднее чудо. Потому что и сама атмосфера в городе к этому располагает. Все сияет, сверкает, удивляет. В общем, сказка. Настоящая сказка. Рождественская ярмарка – одно из самых красивых и волшебных мест в предновогоднем Петербурге. Сюда приходят семьями со впечатлениями, эмоциями и возвращением в детство. После прогулок под Петербургской метелью самое время вспомнить новогоднюю традицию – прогулка по ярмарочным рядам. А это что у вас такое? Да, согревающий рождественский чай. А в чем разница между красным и желтеньким? Красный слаще, желтенький кислее. А, мне покислее. Желтая облепит. Да, давайте. А что там такое парит? А это новогоднее чудо. Путешествие в прошлое, сказочное прошлое. Весь Петербург в этом году оформлен в ретро-стиле. Вот сияет главная ель на Дворцовой площади. Она словно пришла к нам из советского мультфильма, знакомого с детства. В городе открылись елочные базары. А это верная примета – праздник к нам приходит. А как выбрать ту самую, которая и красивой будет, и не осыпется в первый же вечер? Вот рекомендация Роспотребнадзора. Перед покупкой елки проверьте ее ветви. Смотрите, видите, она гнется, такая, как пластилиновая на ощупь. Можно я потрогаю? Да, попробуйте. А, то есть она должна гнуться, как пластилин, да, получается? Разотрите в ладонях несколько иголок, чувствуете запах хвои. Ой, пахнет. И ни в коем случае не покупайте елку с двумя макушками. Роспотребнадзор не рекомендует. А знаете, почему нельзя? Если макушки две, три или она обрезана, покупать такое дерево не нужно. А почему? А почему не написано? А почему не написано? А вы не знаете, почему, да? Я тоже не знаю. Я первый раз слышал. И вот она, нарядная идалья по всем известному тексту. В этой парадной на Добролюбово-19 наряжать живую елку вот так, всем вместе. По-соседски давняя традиция. Игрушки ручной работы. Вот сушеные мандарины. За этими шарами стоит особый смысл. Во время блокады квартира 6 в нашем доме, она выжила ровно за счет вот таких игрушек. Сушеных мандарин и орехов золоченых. Да, Новый год в Петербурге – это еще и вот так, камерно, по-домашнему. Ведь это семейный праздник. Новогодний Петербург – это работа для тех, кто создает праздник. Так, знакомьтесь, артист Денис Гельманов. Сейчас он превратится в Деда Мороза. И вновь пойдет колдовать, поздравлять и раз-два-три «Елочка-гори». И так только на этой неделе 15-й раз. Новый шарик! Спустя пару часов все повторяется вновь. Грим, костюм и последнее дополнение к образу. Присепочка. В нос? В нос, да. И будут усы. Вы хотите снять это? Хорошо. Это на самом деле, да, требует определенного... А как же дышать-то? Там придышать. Нормально? Конечно. О том, что устал, он не скажет. И только по глазам видно. Дедушке, пора бы немного отдохнуть. Но ничего не поделаешь. Сказка должна продолжаться. Творчество – это вообще про Новый год. Особенно, когда твои герои живут в заснеженном Петербурге. Вот художник Николай Копейкин творит новый шедевр про своих снеговиков и углевиков. Новогодняя танга. Нет, снежная танга. Снежная танга. В Петербурге пускаем. Снеговики для художника Копейкина – источник вдохновения, творческий код, особый образ, который растворен в этом городе. Вот, например, логотип телеканала «Санкт-Петербург», отражающий образ шаров на стрелке Васильевского острова. А вот снеговик Копейкина на том же месте делает селфи. Для любого художника это пора страды. Это, наверное, самый главный месяц для заработков, потому что для нас это хлеб. И мы, не стесняясь, эксплуатируем те образы, которые так нравятся публике. Да, и как бы приземленно это ни звучало, но чудо всегда творится руками человека. Но в Петербурге эти чудеса особенные, потому что, как мы помним, сам предновогодний город нас к этому обязывает. Такому городу, как Петербург, вообще не нужен грим. Вот, например, достаточно всего лишь правильно направить свет на архитектурные доминанты, и тогда и эти львы. И сам мост становится частью праздничного украшения сказочного Петербурга. Или морские пейзажи, любоваться которыми можно вот так, стоя на коньках, даже не умело стоя. И такое возможно только в предновогоднем Петербурге. И как можно не зафиксировать такую красоту, такие эмоции, такие впечатления. Отправляюсь на праздничную фотосессию. Еще одна традиция современного новогоднего Петербурга. Новогодняя съемка – это не позирование. Это про… ну, просто вот ты должен быть такой, как ты есть. Самое главное – это, ну, чтобы тебе было хорошо, тебе было удобно. Да, праздничный новогодний Петербург действительно похож на сказку. Со своими героями, такими разными и непохожими друг на друга. Да и сам город словно создан для этого праздника. Праздника, который со своими украшениями, ожиданиями, планами и желаниями хотя бы ненадолго возвращает нас в детство. И делает этот мир чуть добрее, наполняя его светом, теплом и сказкой. Иван Уваров. Пульс города.